Десять часов воскресного утра, значит на телеканале ПС, итоговый выпуск 7 дней в регионе. В прямом эфире с вами Светлана Дейнека. Здравствуйте. Телефон в студии 63 97 17. Если какая-то из тем затронет за душу, звоните. А в программе расскажем. Личный журналист Путина Андрей Колесников назвал пленарное заседание по Арктике в Драмтеатре Архангельска спектаклем. Почему? Знает Алексей Шемякин. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова проверила лечебное учреждение столицы Поморья и дала рекомендации. Какие именно? Расскажет Елена Кермич. Шестидневка в арктических условиях завершена. Участники молодежного форума оставляют палаточный лагерь в Малых Карелах. А что дальше? Ответ искал Артемий Заварзин. И подобьем бабки. Что приобретет Поморье, когда утихнут страсти по Международному арктическому форуму? Конечно же, центральная тема этой недели – 4-й арктический международный форум, который прошел в Архангельске 29 и 30 марта. Особое значение событию придало участие в нем президента страны Владимира Путина. Поэтому столь высокий интерес федеральных и зарубежных СМИ. Поэтому в рамках форума у нас активно работали федеральные министры Вероника Скворцова, Ольга Васильева, Владимир Пучков. О высоком мы еще поговорим. А начнем выпуск с земного, со скандала, который разразился в маленьком поселке газовиков Урдаме в Ленском районе. После выхода на телеканале «Мир сюжета» об урдамской школе, в которой якобы преподают уроки секса, а оценки ставят не в числах, а в буквах, учебное заведение одолели проверяющие. Пока нарушений не выявили. А директор школы теперь намерен идти в суд за компенсацию ущерба деловой репутации. Средняя школа в Урдаме открылась меньше года назад и уже оказалась в центре крупного скандала. Ославила учреждение одна из родительниц. Она утверждает, что здесь преподаются уроки секса и внедряется американская система оценивания учеников. Будем разбираться. В свои 11 Верика знает, что такое секс. Это ей старшеклассники рассказали. В школе для них ввели дополнительный час, полезные навыки. Теперь на переменах тема любви самая популярная. Как зарождается беременность внутри женщины, что будет, если те продолжат заняться половым актом и остальное. Это только часть скандального сюжета. Его автор Маргарита Гырылова в Урдамской школе никогда не была. Материал был написан дистанционно и, видимо, по заказу, уверены родители учеников. По их словам, там нет ни слова правды. Дети возмущены. Детям обидно за школу. Детям обидно за директора. Директор на самом деле очень открыт для любого общения. То есть любой вопрос, который, какое-то непонимание у родителей, это в любое время можно позвонить. В любое время можно в школу прийти. Абсолютно не учитывалось мнение подавляющего большинства родителей, подавляющего большинства жителей, потому что у нас поселок маленький, в принципе, все и так знают. Никакой речи о таких, скажем, сексуальных темах здесь, в принципе, быть не может. Это я знаю даже по поводу того, что у меня сын приходит и рассказывает, что дети даже возмущены. Тема любви с приходом весны может и витает в школьных коридорах, но не в ущерб занятиям. Образовательный курс для пятых-седьмых классов «Полезные навыки» действительно в программе есть. Но в рабочих тетрадях ни слова о сексе. Курс допущен к преподаванию Министерством образования Российской Федерации и является дополнением к учебникам по АБЖ. Цель занятия – рассказать о вреде ингалянтов и наркотиков. Этот курс ведется у нас по выбору родителя. У нас есть бумаги, где зафиксировано персональное согласие каждого родителя на преподавание этого курса. В том числе и той дамы, которая выступала по федеральному каналу, что она согласна на ведение этого курса, ее ребенку. У нас в школе внушают, что вот, допустим, пять – это плохая оценка. Она не засчитывается. Еще одна резонансная тема, связанная со школой в Урдоме – новая система оценки знаний. Вместо привычных пятерок в дневниках детей уже несколько лет стоят буквы А, Б и С. Это веяние новых образовательных стандартов. И урдомской школе оно пришлось по душе. Одно из преимуществ – разнообразие критериев, по которым оцениваются знания ребенка. Меньше вопросов у детей возникает, а почему мне снижена оценка. Оно видно, за что именно. Легче общаться в плане того объективности выставления оценки. За последнее время я не помню, чтобы подходили именно по объективности выставления отметки. Процесс перевода полученных на уроке баллов проценты, а далее в буквы компьютеризирован. По новой системе самая высокая оценка – буква А. Когда мы только перешли на эту систему оценивания, это было тяжело привыкнуть. То есть я не понимала, как ребенок учится. Потому что С, она есть хорошая, то есть как 3 считается, а есть С ближе к 4. То есть смотря сколько процентов. То есть если 70%, это уже ближе к 4. Это как бы было минус. А сейчас мне нравится, потому что можно подготовиться плотно к этой контрольной работе, допустим. У меня два ребенка было. Один учился по одной системе, второй учится по другой системе. Разницы в их подходе к учебе никакой нет. То есть это никак не влияет на мотивировку ребенка, если у него она есть. Цель и устремленность – планирование самооценка. Прежде всего на развитие этих качеств направлен эксперимент. Педагоги считают, что он удался. С 2017 года средняя школа в Урдаме официально признана пилотной площадкой по внедрению новых образовательных стандартов. Лариса Иванова, Александр Фомин. Семь дней в регионе. Получается, прогрессивное учебное заведение прославило маленький рабочий поселок с населением чуть больше 4 тысяч человек на всю страну. Хотя поселок совсем не безызвестный. Уроженец Урдамы, ныне литовский предприниматель и политический деятель Виктор Успаских, каждый год в июле устраивает грандиозное празднование Дня поселка с конкурсами красоты и выступлениями отечественных звезд. Там перепели все – от фабрикантов до машины времени. А сейчас пробежимся по другим территориям области, чем они жили эту неделю. Центральное событие в городе Корабелов. 31 марта на Севмаше была спущена на воду вторая многоцелевая атомная подлодка проекта «Ясень-Казань». Субмарина была заложена в 2009 году по модернизированному проекту. Принятие на вооружение ожидается в 2018-м. Мы получили современнейший корабль, современно интегрированной боевой управляющей системой, современными средствами связи, современным ракетно-торпедным комплексом и, конечно же, корабль с пониженной шумностью в сравнении с предыдущим. Вчера в Архангельске мы завершили работу международного форума «Арктика. Территория диалога». Но диалог надо поддерживать твердым и уверенным голосом. И такой твердый и уверенный голос у нас будет всегда, когда у нас будут такие лодки, когда будут такие результаты работы наших корабелов. На уходящей неделе стало известно, что в Новодвинске возле детско-юношеской спортивной школы этим летом будет обустроена специальная площадка для сдачи норм ГТО. По конкурсу 800 тысяч рублей на эти цели выделяет областной бюджет. 200 тысяч на условиях софинансирования обеспечивает город. Третий источник – Архангельский ЦБК. Здесь будет располагаться ряд физкультурно-спортивных комплексов для сдачи норм ГТО, непосредственно для базовых упражнений. Да, это ряд турников, разновысокие брусья, параллельные брусья, гимнастические скамьи для упражнений на пресс и так далее. Котлас принимал участников первенства Архангельской области по зимнему универсальному бою. Борьба шла не на татами, а на зимнем ковре. Полоса препятствий, привычная для летнего варианта, была заменена на лыжную гонку и пулевую стрельбу. Всего приняло участие более 80 спортсменов из Устьянского, Великоустюгского, Котласского и Вельского районов. Этот вид спорта очень культурный, в нем показывают силовые броски и единоборство. Я не ожидала, что я смогу повалить мою противницу, потому что обычно, что она меня валит. И вернемся к форуму. Владимир Путин, два иностранных президента, главы Исландии и Финляндии, 31 делегация, в том числе из 14 зарубежных стран, более 2000 участников, около 400 представителей СМИ. Простая статистика, но она позволяет оценить масштабы и уровень события, которое прошло в Архангельске на этой неделе. А присутствие Владимира Путина подтверждает заинтересованность государства в освоении Арктики. Вряд ли что-то может поменять наши приоритеты в этом регионе, отметил президент на пленарном заседании. И привел говорящую цифру. 10% внутреннего валового продукта России сегодня складывается из результатов работы предприятий, функционирующих в Арктике. Их удельный вес постоянно растет. Ну, давайте посмотрим самые яркие моменты и послушаем главные тезисы с пленарного заседания. Оно прошло в четверг в Театре драмы. То, что происходило в Драмтеатре Архангельска, стало предметом всеобщего обсуждения. Общение Владимира Путина, президентов Исландии и Финляндии, подогреваемое вопросами модератора пленарного заседания, а им был американский журналист Джефф Катмар, вышло далеко за рамки арктической темы. Я так и знал, что это не заключается. Мне очень бы не хотелось, чтобы тот позитив, который складывается при обсуждении вопросов Арктики, сюда же на эту площадку переносились проблемы двухсторонних российско-американских отношений. Но из уважения к вам, Джефф, из уважения к вашей компании CNBC, которая наверняка дала вам такое поручение, я просто вынужден идти у вас на поводу. Взаимоотношения России и Украины, влияние наших спецслужб на результаты выборов в Штатах, американский журналист вновь и вновь возвращался к этим темам. Наш президент долго оставался политкорректным. Во-первых, хочу вас поблагодарить за то, что вы, подняв эту проблему, сказали о том, что существует проблема Украины и Крыма. Вы как бы разделили Крым и Украину. И это правильно. Теперь по поводу сути вашего вопроса. Мы уже неоднократно говорили, и хочу это подчеркнуть еще раз. Мы знаем, мы в этом уверены и знаем наверняка, опросы общественного мнения в Соединенных Штатах показывают, что в Соединенных Штатах очень много друзей России. И я вот хочу, прежде всего, им сказать, что мы воспринимаем и относимся к Соединенным Штатам как к великой державе, с которой мы хотим наладить очень добрые партнерские отношения. Все остальное – ложь и выдумки в отношении России и провокации. Когда же Катмар в очередной раз обратился к Путину с предложением признать, что Кремль все-таки помогал Трампу на выборах, ответ президента взорвал зал. Я хочу ясно понять и ясно изложить это. Вы и российское правительство никогда не пытались повлиять на результаты выборов в США. И свидетельство этого не будет обнаружено. Рейган, дискутируя по поводу, по-моему, налогов, обращаясь к американцам, сказал «читайте по губам». Не выдержали даже президенты Исландии и Финляндии. Главы государств, членов НАТО поддержали Владимира Путина. Какая может быть лучшая среда, чем прохладная Арктика для того, чтобы все эти горячие эмоции остудить? Так что давайте все успокоимся. Горячие финские парни. Надо прислушаться. Надо прислушаться. Исландия, мы тоже крутые, холодные ребята, не только финны. И все-таки об Арктике говорили. Владимир Путин отметил, что у северных территорий колоссальные экономические возможности и необходимо грамотно распорядиться ими. Россия, на долю которой приходится почти треть арктической зоны, осознает особую ответственность за эту территорию. Наша цель обеспечить устойчивое развитие Арктики, а это создание современной инфраструктуры, освоение ресурсов, развитие промышленной базы, повышение качества жизни коренных народов Севера. Россия поддержит любые инициативы, которые дадут мультипликативный эффект для арктических регионов, подчеркнул Путин. На протяжении всего пленарного заседания наш президент транслировал мысль, что Арктика – это точка роста многих экономик мира, а потому по-настоящему должна стать территорией диалога. Артемий Заварзин, Алексей Шемякин, Ольга Красулина, «Семь дней в регионе». Господин Путин, может быть, даже не ожидал от себя, что в конце концов поблагодарит американца за то, что тот его раскрутил на этот разговор, и это было благосклонно принято. Вот такой спектакль давали этим днем в Архангельском драмтеатре имени Ломоносова. Так закончил свою статью по итогам пленарного заседания специальный корреспондент издательского дома «Коммерсант» Андрей Колесников. Он освещает деятельность Владимира Путина вот уже 15 лет. «Какой он, Путин?» – спросили мы коллегу. Вот вы говорите, он непредсказуемый. Ну, иногда предсказуемый, иногда непредсказуемый. Все совсем не так просто. Именно поэтому ответ на ваш вопрос у меня занимает уже 15 лет, и неизвестно, сколько времени еще займет. Я, знаете, видел программу с участием Дмитрия Сергеевича Пескова. Это программа Тиграна Киасаяна на телеканале НТВ. И Тигран его спросил, «Так что же вы все-таки будете делать, когда Путин уйдет на пенсию?» И он сказал, что, говорит, когда Путин уйдет на пенсию, я умру уже. Когда Путин уйдет на пенсию. Вы знаете, у меня такое ощущение, что я бы примерно так же на этот вопрос ответил. Андрей Колесников был в числе тех немногих журналистов, кто сопровождал главу государства на землю Франца Иосифа. На остров земля Александра Архипелага Владимир Путин и Дмитрий Медведев летали специально, чтобы лично посмотреть результаты ликвидации экологического ущерба в Российской Арктике. В Архангельск президент прибыл на обратном пути. Процесс очистки национального парка «Русская Арктика» пошел, подтвердил нам Колесников. У меня сильные впечатления от Арктики, каждый раз, я бы сказал, потому что я не в первый раз, конечно, в Арктике. В 2010 году я был прямо на острове Александра тоже, и опять с Владимиром Владимировичем Путиным. И мне вообще было интересно, конечно, сравнить Арктику с ржавыми бочками, Арктику без ржавых бочек. Я отдаю себе, конечно, отчет в том, что убрали их с довольно-таки небольшой территорией. Ее можно вот так окинуть взором вполне, но, тем не менее, все-таки убрали, и убрали довольно много. А вот в 2010 году я был, ну, это было ужасающее просто зрелище, отвратительное. Всюду вместо вот гор, естественных, гор и холмов, и холмиков, которые сейчас там, там были неестественные искусственные горы вот этих вот, вот этой ржавой бочка тары. Она, Арктика, была затоварена. Все правильно. Сказал Владимир Путин в 2010 году, что нужно делать генеральную уборку нацпарка «Русская Арктика» на архипелаге земля Франца Иосифа, и уборка идет. Сказал три дня назад, что будем осваивать Арктику и дальше, значит, так и будет. Но это общее направление. А ведь форум определил и конкретные приобретения для страны и Архангельской области, в частности. Именно это больше всего волнует нас, жителей региона. Что уже произошло? Начнем с того, что САФУ получил из Федерального центра 400 миллионов рублей на улучшение инфраструктуры к форуму. Форум закончился, а объекты остались, и ими будут пользоваться студенты. Приобретения? Да. Об остальных расскажем подробнее и в картинках. Одно из первых соглашений с Роскосмосом. Наша область станет базой космических систем Арктики. В Поморье предстоит развить национальную сеть высокоточного позиционирования. Это особая арктическая система, которая будет представлена группировкой космических аппаратов для проведения космического мониторинга. После подписания соглашения сегодня планируем создать центр компетенции в Архангельске конкретно, для того, чтобы начать работу по использованию результатов космической деятельности, по внедрению здесь его. Это первый город, первая область в Арктике. И по результатам нашей деятельности мы будем ее распространять на всю Арктику. Спасибо вам большое. Соглашение с Росатомом о сотрудничестве в области комплексного освоения арктической зоны страны предполагает строительство на новой земле горно-обогатительного комбината. Объем инвестиций в регион составит 27 миллиардов рублей. Это работа на десятилетия вперед. Мы ориентируемся примерно на конец 21-22 год запуск работы горно-обогатительного комбината. Значит, в горизонте до середины этого столетия это рабочие места, это налоги, это привлечение предприятий Аркангельской области ко всем производственным цепочкам, которые будут развиваться в этом практически новом промышленном кластере. Проблему предпринимателей, работающих на севере, Игорь Орлов поднял перед вице-премьером Дмитрием Рогозиным. Речь идет о льготах. Районные северные надбавки, оплата проезда к месту отдыха и обратно – все это своим работникам обязаны обеспечить работодатели в условиях Крайнего Севера и приравненных к нему местностях. Непосильная нагрузка приводит к закрытию предприятий, либо переходу их на серые схемы. Губернатор предложил отрегулировать ситуацию на государственном уровне, например, компенсировать частным компаниям затраты, которые они несут, выполняя требования трудового законодательства. Очень хотелось бы насытить те льготы, те преференции, которые уже ранее были сформированы с государством, а, кстати, многие из них нам попали еще с советских времен, насытить новым содержанием, полезным и предметным для предпринимателя. На форуме стартовал международный проект «Дети Арктики». Его участники, в том числе правительство Архангельской области, подписали дорожную карту, по реализации специальной программы для ребят дошкольного возраста из числа коренных малочисленных народов. У нас в Архангельской области нет национальных школ, нет национальных детских садов, но есть представители малых коренных народов. И поэтому для нас это соглашение наиболее важно, потому что вместе с коллегами мы сможем реализовывать самые лучшие практики по сохранению языка народов, по изучению культуры, традиций. И начинать это будем с дошкольного возраста. По поручению губернатора Игоря Орлова правительство региона подготовило предложение о поддержке рыболовецких колхозов по морю. В дни работы форума их озвучили на уровне руководства Росрыболовства. Проблема в том, что по новой государственной программе субсидию из бюджета на строительство судов и квоты получают только те рыболовецкие хозяйства, кто готов приобретать и строить крупнотоннажные суда. Но в Архангельской области в основном используются средне-тоннажные суда. То есть рыболовецкие хозяйства остаются без квот на вылов рыбы. Я надеюсь, наши аргументы будут услышаны. И мы будем продолжать работу для того, чтобы интересы рыболовецких предприятий Архангельской области были учтены в полной мере в плане выделения инвест-квот. Соглашение с компанией Россети обеспечит централизованное электроснабжение Мизенского и Лишуконского районов, относящихся к арктическим территориям России. Для надежности подачи электричества там построят две подстанции и протянут линии электропередачи из Архангельска и Северодвинска. 12 тысяч населения живет сегодня вне единой энергосистемы страны. И сегодня мы подписали с вами документ, где мы берем на себя обязательства за счет наших средств с помощью вашей перспективной поддержки. Развитие прямого транспортного сообщения между Архангельской областью и Норвегией должно последовать после встречи Игоря Орлова с министром иностранных дел Норвегии. Это предполагает возобновление прямого авиа- и морского сообщения между Трамсё и Архангельском. Есть очень интересная инициатива о возобновлении прямого возбужденного сообщения между Архангельском, Мурманском и Трамсё. Это авиакомпания Fly Viking, которая хочет открыть такие рейсы. Строительство спорткомплекса под яхт «Клуб Арктика» станет следствием подписания четырехстороннего соглашения между администрацией Архангельска, правительством региона, северным морским пароходством и московской компанией «Севергрупп». На территории существующего парусного центра «Норд» пройдет масштабная реконструкция, появится здание спортшколы, будет обустроено место водной стоянки судов. Мы считаем, что это даст новый толчок развития, в том числе, может быть, таким достаточно по туристическим направлениям, как там яхта ледового класса, как каждый помор должен будет иметь возможность управлять. Гендиректор арктического транспортно-промышленного узла «Архангельск» Сергей Кокин озвучил на форуме сроки строительства глубоководного морского порта «Архангельск». К нему приступят уже через три года. Потенциальные инвесторы проекта – представители китайской компании «Поли Интернешнл Холдинг». Размер инвестиций в этот проект оценивается в 150 миллиардов рублей. На данный момент с китайскими партнерами находимся на достаточно высокой стадии проработки. Выходим уже на обсуждение концессионного соглашения. По нашим планам в 2018-2021 году мы планируем завершить проектную стадию и после нее выходить уже на строительство. В высокой степени готовности находится еще один глобальный проект, за который давно бьется Архангельская область. Железнодорожная магистраль «Белкомур». На форуме по нему шла активная работа. Президент Владимир Путин говорил о значении «Белкомура» для нашего региона и страны в целом. По предварительным расчетам, при реализации «Белкомура» только рабочих мест дополнительно откроется около 28 тысяч. Для того, чтобы приступить к реализации проекта, необходимо подтвердить со стороны государства заинтересованность в заключении соглашения по типу концессии. Соглашение о сотрудничестве с РЖД предусматривает полную модернизацию станции Архангельск-Город. Реконструкцию вокзала планируется провести в два этапа. На первом изменится прилегающая территория, появятся новые стояночные и парковочные места, будет пересмотрена схема движения общественного транспорта. Во вторую очередь проведут модернизацию объектов самого железнодорожного комплекса. Все должно быть завершено к 2019 году. Мы на условиях софинансирования договорились о том, что в ближайшие полтора-два года будет сделано обследование вокзала, будут проведены проектно-изыскательские работы, разработаны ТЗ и выполнены проектирования. С точки зрения того, что сам вокзальный комплекс, я надеюсь, преобразится. Тему пользы Арктического форума для региона и Архангельска обсудим с государственным человеком, заместителем председателя областного собрания депутатов Виталием Фартыгиным. Он сегодня у нас в гостях. Виталий Сергеевич, доброе утро. Доброе утро. Прошел форум, подписано очень много соглашений. Мы ждем приход огромного объема инвестиций. Но это все какие-то высокие материи для обычного человека не очень понятны. А люди не перестают задаваться вопросом, а что форум даст нам, обычным людям, обычным жителям области? Во-первых, я хочу сказать, что это событие очень важное для всей Архангельской области и для всего Арктического региона. И теперь историческая справедливость в том, что форум всегда будет проходить в Архангельске. И вы обратили внимание, сколько приехало людей, да? Мы планировали одно количество, приехало практически в два раза больше. И подписания, которые были, и вот мы сейчас с вами обращали внимание на то, как активно работал губернатор правительства области с теми инвесторами, которые приезжали, обсуждали вопросы, которые можно реализовать именно на территории Архангельской области, они совершенно конкретны. Другой вопрос, насколько это будет быстро, да? Потому что это последующие разговоры, это еще дополнительные, это только протоколы о намерениях, которые были сделаны. А нужно еще поработать под всем. Мы же видим, как долго разговор ведется по тому же Белкомуру, глубоководному порту, но сегодня уже реальность понятна, что это подходит ближе к реализации. Да, это сложно, да, это много, это огромные инвестиции, но это реальность. Точно так же везде, вот все вопросы, которые на площадках обсуждались, они конкретные, они связаны с тем, что будущее именно в тех разговорах, которые проходят. Потому что без разговоров, без обсуждения тем, которые волнуют людей в Архангельске, в Мурманске, в Якутии, невозможно дальнейшее принятие решения. А то, что Арктика становится реальным для нас, очень важным экономическим регионом и очень ранимым с другой стороны регионом, в котором есть проблемы и с потеплением климата, и с окружающей средой, когда начинается осваиваться экономический потенциал тех месторождений или новых освоений площадей. Вот это все нужно обсудить, нужно так понять, чтобы и коренные жители Арктики, и люди, которые живут в Арктике, в том же Архангельске, в том же Норильске, они хотели здесь жить, они не хотели бы отсюда уезжать. Вот это все является результатом вот этого форума. Это не просто вот завтра построят дорогу, а это вот внимание, которое было создано, которое отдано, оно материализуется в дальнейшем в реальные проекты. Я ведь вас не случайно сегодня пригласила сюда. Я хочу поздравить вас с профессиональным праздником. Сегодня День геолога. Спасибо большое. Понимаете поздравления. Спасибо. И как профессионалу, к специалисту, хочу вашу позицию услышать. Мы берем курс на дальнейшее освоение Арктики. А что сегодня? Сегодня используются ли высокие технологии в деле освоения? Есть ли какая-то современная техника, которая выживает, работает в условиях Крайнего Севера? О людях поговорим позже. Вот хотя бы технологический процесс. Он сегодня идет, запущен? Вы совершенно правильно затронули тему. Потому что одно дело, те же, допустим, минеральные ресурсы добывать или лес в центральной части России или в других регионах мира. И совсем иначе все это обстоит в Арктике. У нас здесь другая климатическая ситуация. Другие условия. Вы, наверное, слышали и говорили, что уже в Западной Сибири в связи с потеплением метан начинает прорываться. И вот помните эти огромные дыры, которые на земле появляются. Поэтому ранимость территории очень высокая. Поэтому крайне важны технологии. И вот наши комбинаты, Архангельский селулозо-бумажный комбинат, в Коряжме комбинат, Элимпалп, они на эти вызовы отвечают изменениям технологии. И уже меньше выбросов вредных в реку, в нашу Северную Двину. Меньше выбросов в воздух, который мы, метилмер-каптан для нас, слово, которое мы очень хорошо знаем. Поэтому очень важны технологические решения. Потому что об этом очень серьезно обсуждалось на площадке, на которой я был. Окружающая среда и потенциал регионов экономический. И поэтому как это сделать так, чтобы необходимость обязательного освоения природных ресурсов и вход в Арктику, это жизненная необходимость для населения, и для не только населения, которое живет в Арктике, но и для всего мира. Но в то же время, а как это соблюсти с той территорией и с теми условиями, чтобы окружающая среда была сохранена? Потому что мы можем своими нелепыми, непродуманными решениями нарушить. И не зря президент Финляндии говорил о саже, президент Исландии говорил о том, что сельдь уходит из берегов, а это их основной продукт. А беспокоенность есть в том, что даже климатические условия, уже меняясь, они уже оказывают сложные для человека проблемы, появляются. Поэтому вот эти вещи все являются предметом, что и президент сказал, помните наш, о том, что мы должны ориентироваться на науку, мы должны понимать последствия всех наших действий в Арктике. Мы не можем остановить прогресс технический, мы не можем не работать в Арктике, но мы должны опираться на научные исследования и сохранять природу, и получать максимальные экономические выгоды из тех арктических колдовых, которые есть. Люди, ведь теме человека в Арктике, в принципе, был посвящен весь форум, так или иначе обсуждали на всех площадках. Что сегодня на выходе? Мы как-то сформулировали задачи, цели, поставили перед собой, как сохранить кадровый потенциал, тот, который уже есть, как привлечь дополнительных специалистов, да? Потому что условия-то крайне неблагоприятные у нас для проживания, для работы. Были две площадки, на которых очень тоже важно это обсуждалось. Это площадка, которая называлась «Арктика. Территория профессионалов». И вот первая площадка, про которую я сказал, в соответствии. Вот выступал представитель Норильского никеля, город Норильск. В крайне сложных условиях. Нет такого города в мире, который бы находился на этих широтах. И они уже сейчас задумываются о том, чтобы создать условия, чтобы человек, который работает там, чувствовал себя комфортно. Потому что иначе нам не удержать там молодых людей. А как это можно сделать? Они все хотят. Значит, это вплоть до того, что это должно быть театр. Это должна быть среда, которая... Это работа, которая технологически и грамотно построенная. И она не составляет для него тягость, а составляет удовольствие, потому что он получает. Вы затонули тему геологов, да? Я как раз тоже хочу поздравить всех моих коллег, моих друзей с праздником Днём Геолога. Очень... Пусть им сопутствует удача. Мы... Вот очень трудно было найти выпускника горного георазведочного факультета, который бы не хотел уехать в Арктику. Никуда не хотел бы уехать на восток. То есть все хотели? Потому что все хотели. Потому что там открытие, там интерес, там работа. И мы же уезжали сюда. Вот у нас в распределении было Архангельск, вот самый северный. Вот я поехал сюда. Поэтому там важно, чтобы создавать уже в современных условиях, это же не 60-е годы, это же совсем другое время, надо создавать условия, в которых бы человеку комфортно жилось там. А вторая проблема – это образование. Это профориентация человека, который вот еще совсем молодой, да, он уже задумывается на том, а почему бы ему не работать здесь. Здесь еще очень интересная работа. Вот губернатор Мурманской области Марина Ковтин сказала, что, говорит, получилась такая ситуация. В моем университете в Мурманске, выпускники финансово-экономических факультетов, после завершения 95% пошли на биржу труда. Так это что, зачем их выпускали? Зачем? Да, тогда, значит, это не востребовано там. Значит, нужно такие профессии там, чтобы они знали о том, что заканчивая вуз, они точно пойдут на работу. И на хорошую работу. А у нас это происходит? И получать на работу, понимаете? Потому что, а это компании, это бизнес должен тоже этим заниматься. Потому что они должны делать такие заявки, да, и совместно с институтами, с Северным федеральным арктическим университетом, там, с Мурманскими университетами. Все это должно определяться в понимании того, кто нужен в Арктике, какие специальности нужны в Арктике и сколько человек нужно в Арктике. Вот Недрежа Архангельс стал столицей, и он по-настоящему правильно называется столицей Арктики, потому что это самый крупный город в Арктике. Отсюда начиналось освоение всей Арктики. И я думаю, что решение президента о том, что здесь будет Арктический форум, оно просто по отношению к нам очень справедливо. Потому что здесь... Постановление справедливости. Да, да. И здесь мы просто этим гордимся, что здесь будет, потому что последующие разговоры. Вы знаете, на встрече с Игорем Анатольевичем Орловым, министр иностранных дел Норвегии Берге Брэнди, ведь он так и сказал, что Архангельск – это столица Арктики. Все сначала думают, ну все, признание всей Арктики. Он говорит, ну поправился, русская Арктика. То есть в принципе это признают и наши иностранные партнеры. Конечно, потому что это очень важно. И вот человек в Арктике, да, и понимание, ведь на всех площадках это именно через это шло. Потому что как так создать условия, чтобы это не было... Ведь только мы, одна страна наша, не работает в Арктике вахтовым методом. Везде вахтовым методом. Живет там. Да, а мы живем там. Потому что у нас вся северная сторона, у нас никуда. У нас в Сочи снег выпадает, но у нас что же делать. Мы в таких условиях живем, поэтому для нас Воркута, Норильск, Архангельск, Мурманск, Певек – это жизнь. Это в таких условиях живут. Но нужно современные условия создавать, работы и востребованность. И не только зарплата привлекает, да. Потому что в советское время, как бы 15 лет там отработал, ты можешь получить квартиру где-то на юге, да. Сейчас несколько иная ситуация. Сейчас уже этого нет. Значит, нужны такие условия создавать, чтобы человек там и заработал, и если есть возможность уехать, он уедет. Ну, в общем, он должен быть свободен в передвижении и свободен в выборе профессии и желании работать в этих суровых условиях. Непростых условиях. Мы же здесь работаем, живем. Мы хотим здесь работать. Да, и будем работать. Значит, это можно, да, и будем работать. Виталий Сергеевич, спасибо вам, что вы были с нами в это утро. Еще раз поздравляю вас с профессиональным праздником. Удачи, успехов. Приходите к нам еще. Мы будем открывать новые месторождения. Зовите, будем снимать. Спасибо. Я напоминаю, что с нами в это утро был заместитель председателя Архангельского областного собрания депутатов Виталий Фартыгин. Когда в регион приезжает первое лицо государства, за ним следуют профильные министры. А это всегда испытания для их подведомственных структур. В этот раз в Архангельске работали Владимир Пучков, глава МЧС, министр образования и науки Ольга Васильева, а руководитель Минздрава Вероника Скворцова вообще успела проинспектировать несколько лечебных учреждений областного центра. Плотный график Вероники Скворцовой был расписан по минутам. В начале – посещение объектов. Работу учреждения здравоохранения глава федерального ведомства изучала тщательно. В поле зрения попали онкодиспансер, региональный сосудистый центр, отделение кардио-нейрохирургии, профилактики. Очень хорошо вы продвинулись. Достаточно сказать, что у вас показатели летальности, то есть процента смертей при самых тяжелых состояниях, острых инфарктах, миокарда, такие же низкие, как в Москве. Неплохих показателей за последние несколько лет региональная система здравоохранения добилась и по другим направлениям работы. Например, значительно снизилась младенческая смертность, материнская почти равна нулю. Постоянно совершенствуются и высокотехнологичные методы оказания медицинской помощи. Больше внимания стало уделяться первичному звену. Это отмечают и пациенты. Специалисты все высокого класса. Все замечательно работают. Всегда лечение эффективно. И всегда оставалось довольна помощью специалистов. Гордость первой городской поликлиники – регистратура. В новом формате она начала работать год назад. Тогда был сделан ремонт, появились колл-центры, информаты, введена электронная регистрация пациентов. Как результат – минимум очередей и сокращение времени ожидания для пациентов. И если что, они записывают и потом позвонят по телефону даже, когда талончик будет. А так все хорошо. Придешь, меньше, мне кажется, толкать не стало. Больше раньше, ведь у регистратуры и так вот. А сейчас придешь, разделся и оделся, и побыстрее вставай. Повысить процент выявляемости онкозаболеваний на ранних стадиях, а значит сделать лечение более результативным, помогает диагностический центр женского здоровья «Белая роза». Она открылась на базе Первой городской три года назад. Обследование здесь бесплатное. В центре работают профессиональные специалисты. Это онкологи, которые прошли специальное обучение по маммологии. Они имеют высшие квалификационные категории. Поэтому, конечно, они как профессионалы своего дела в этом разбираются. И как раз именно нацелены на выявление онкологических заболеваний. В рамках визита федеральное министерство ставило и новые задачи региону. Усилить первичную помощь, выстроить лучшую логистику между областными и районными больницами, решить проблему медицинской доступности отдаленных и малонаселенных территорий. Таких в Архангельской области сегодня около ста. Министерством делаются корректирующие указания для нашей системы здравоохранения в части ее развития, для трансполирования именно вот тех уже достигнутых результатов в специализированных условиях оказания помощи, для того, чтобы распространять эту форму организации по всей территории. Региональная система здравоохранения Поморья выбрала правильный вектор развития, дала заключительную оценку Вероника Скворцова. Но теперь надо сделать все, чтобы распространить положительный опыт областного центра на места. Елена Кермич, Олег Севачек, 7 дней в регионе. А глава Минобра Ольга Васильева провела лекцию для участников молодежного арктического форума. Она специально съездила в палаточный лагерь в Малые Карелы, пообщалась с форумчанами, осталась довольна. По-другому и быть не могло, ведь 6 дней под Архангельском в походных условиях работали и отдыхали 180 лучших представителей молодежи из 22 регионов России и 18 стран мира. Работа на форуме командная. Юристы, экономисты, экологи, геологи, судостроители, проектные менеджеры коллективным разумом решали государственные задачи по развитию арктических регионов. Одно из интересных предложений как раз касается воды, о мотивировании предприятий создания замкнутого цикла водопользования. То есть предприятия не будут выбрасывать воду, они будут ее самостоятельно очищать. В ходе встреч с известными учеными и политиками прозвучало много интересных тезисов. Например, одним из наиболее востребованных направлений развития телекоммуникационного сектора российской Арктики имеет все шансы стать телемедицина. А министр образования страны Ольга Васильева, посетившая форум, заявила, практика НИИ остается в прошлом. В будущем наука должна быть молодой и сильной. А значит, путь к Нобелевской премии нужно начинать уже в университете. Глава ведомства уверена, в России есть кому вступить на эту дорожку. У меня всегда очень хорошее впечатление, когда встречаюсь с нашим молодежью. А здесь впечатление усиливается еще тем, что здесь ребята из разных городов России, чьи помыслы связаны и специальности будущей именно с арктической зоной. Поэтому впечатление очень хорошее. Хорошие глаза, умные, хорошие ребята, хорошие вопросы. Встретился с участниками международного молодежного форума и вице-премьер Дмитрий Рогозин. Он призвал молодых ученых сформировать экспертную лабораторию по вопросам развития арктического региона. Она может появиться на базе ведущих вузов. Молодежь, собственно говоря, если она свяжет свое будущее с Арктикой, с этой огромной большой перспективой и принесет с собой ту страсть к всему новому, современному, то это как раз и, по сути дела, безальтернативный путь освоения для России и Арктики. То есть мы можем осваивать Арктику не технологиями лишь только, а технологиями и молодыми людьми. Выступление Дмитрия Рогозина так зарядило ребят, что даже участники форума из Юго-Восточной Азии всерьез задумались об арктических перспективах. Я уже вижу точки соприкосновения, где Сингапур может сотрудничать с Россией. Например, загрузка судов, создание объектов инфраструктуры. В последний день молодежного форума ребята презентовали свои проекты, где аккумулировали идеи и мысли, рожденные в ходе дискуссий. В финальной панельной дискуссии принял участие губернатор Игорь Орлов, отметив, что Арктика – это новый вызов России и всему миру, требующий прорывов в технологиях, экологии, энергетике, социальной сфере. И молодые ученые сыграют здесь первостепенную роль. Я увидел, что кто бы что там не говорил про нашу молодежь, она просто прекрасна, она готова к таким вот прорывам за шесть дней так погрузиться. Я увидел, что у меня есть партнеры среди молодежи, которые способны помогать нам решать любые задачи. Это самое главное. А старшие коллеги готовы помогать молодежи. Так партнер форума Национальный парк «Русская Арктика» пригласит пять участников на стажировку. Очередной трудовой сезон в Арктике начнется в июне. В самое ближайшее время с ребятами, прошедшими отбор, свяжутся и предложат поработать в арктических широтах. Артемий Заварзин, Олеся Кокина, Евгений Зыков, Александр Кузнецов. Семь дней в регионе. Отвлечаемся ненадолго от темы форума. Сегодня у нас в гостях в свой 65-й день рождения известный человек, заслуженный художник России Сергей Никадрович Сюхин. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вас поздравляю с юбилейной датой. Спасибо. Спасибо, что вы пришли, начали свой юбилейный день с посещения Архангельского телевидения. Это здорово. Это радует. Сергей Никадрович, вы, безусловно, публичный человек. Но наверняка остается что-то где-то глубоко в душе, что вы все-таки стараетесь не выставлять на показ. Я помню, смотрела ваш фильм «Радость», и он меня зацепил. Вроде бы ничего особенного. Озеро, плот, плот на воде, на плоту стоит самовар, а вокруг просто удивительная красота пейзажи. И от этой картинки, от этого образа какое-то умиротворение, спокойствие такое, знаете, ощущение, что ты проходишь мимо чего-то, самого важного в жизни, когда в своей суете, в своей работе там каждый день проводишь. У меня... Это мое субъективное мнение? Или действительно вы приблизились к чему-то такому, что очень потаенное и очень дорогое для вас? Ну, вы как профессионал, конечно, угадали и раскусили нашу драматургию этого фильма «Радость». Ну, слово «Радость» сама для меня я исповедую. Это, как сказал Господь, радуйтесь. Вот, я и радуюсь. И вся драматургия там заключена в том, что художник уже такой бывалый, заматерелый. Это вы? Это, естественно, я там в роли играю сам себя. Вот. Он и ищет встречи со своим детством у себя на родине. Причём он ищет не просто так как-то виртуально, а физически хочет его найти. Вот соскучился он по этому. Ну, и мы там нашли парнишку в школе, очень похожую на меня в детстве. Вот. И поэтому там много философских смыслов, много метафор. Есть общие метафоры, там колесо жизни катится, ещё прочее. Вот. А именно вот этот момент, этот мотив, где я выныриваю из озера, вы помните, песня такая была, «Если только миг между прошлым и будущим». Понимаете, мы ставили так вам глубокие философские задачи перед собой. То есть человек выходит из пучины, успевает за этот миг, вот, за самоваром выпить чашку чая и снова в неё уходит. Но всё-таки я здесь обозначил, куда я выхожу и где я провёл эту жизнь, этот миг. Это, естественно, русский север, потому что самовар, вода, небо – это символ русского севера. Вот. Ну и, в принципе, миг для вас, он оказался очень результативным, как минимум. Вот, вот смотрите, вы принесли с собой вот эти предметы, это ведь что-то очень дорогое и значимое для вас, и, я думаю, для всех остальных. Да, в прошлом году у меня была персональная выставка названия «Врата памяти» и альбом я сделал тоже «Врата памяти». И в Москве, значит, по итогам 16-го года двух художников наградили вот такими призами. Очень серьёзный приз – «Золотой Витязь». Награждение проходит в Храме Христа Спасителей. Вот, значит… А «Врата памяти» – это все картины вот в этой книге, да? А вы, может быть, нам покажете, и мы прямо… «Врата памяти» – я думаю, что в Архангельске он стал известный альбом. И вот за эти работы в Москве меня отметили. Значит, там второй… Прямо… Так, ага. Второй художник, который был отмечен, вы знаете, это кто? Это Салават Щербаков, который поставил у Кремля Святого Владимира. А второй художник – это вот ваш покорный слуга, архангельский художник Сергей Севхин. Я, конечно, этому непременно и сильно рад. Это для меня какой-то этап. Ну, естественно… Оценка. Оценка. В общем, альбом я издавал только для того, чтобы прежде всего самому посмотреть, что этот парень натворил. И когда его листают, я вижу, что действительно что-то есть, и его не скучно смотреть. И багаж-то хорош. И осознание этого есть. Вот если снова говорить, откуда багаж и все. Естественно, почему я искал детство в этом фильме? Естественно, то, что творческий человек, он жив детством. То, что я впитал в детстве, естественно, это все всегда со мной идет. Но иногда требуется подпитка. Поэтому еду снова к себе в деревню. То есть вот то, что вы проводите много времени в Верхней Тойме, это что? Это вы наполняетесь? Я думаю, может быть, вы от городской суеты убегаете там. Нет, в своей родной Пучуги. Понимаете, сейчас стало модным стучать себя в грудь и кричать, что я человек мира. Вот такие ребята, они свое родное затопчут и не заметят. А я человек не мира, я человек своей родной, милой сторонушки Пучуги. Но у меня задача в жизни такая, чтобы вот эту мою деревеньку, моя деревенька, вот этот русский север, в целом весь мир украсил хотя бы росинкой, хотя бы капелькой. Мы же интересны миру ведь не тем, что мы подражаем Западу, как художники, а тем, что мы свое вносим для всего мира. Вот мне хочется сделать, чтобы наш север украшал мир. Сергей Никандрович, вы, безусловно, увековечили себя в Архангельске. И я знаю, и вы наверняка знаете, да, что часть архангелогородцев, ну, не принимают, критикуют вот сказочные скульптуры, которые появились на улицах города. Но я вам точно говорю, что гости города, приезжие, они воспринимают просто это все с восторгом. Потому что все логично. Архангельск старинный город. И должны быть свои изюминки, должны быть какие-то отдельные зоны, да, районы, украшенные какими-то вещами вот такими интересными. И это ваше видение. А вообще есть продолжение, вот так вот цельное? Как можно Архангельск преобразить вот в таком наполнении дальше? Ну, я думаю, что споры, естественно, особенно монументальное искусство. Тот же Владимир у Кремля, он вызвал тоже много споров. Тут ничего такого оригинального нет. И я считаю, что в Архангельске, на мой взгляд, не хватает ангелов. Ну, город Архангелов и ни одного ангела. Неоднократно я уже подходил к решению этой задачи, уже вот-вот думал, что удастся все это сделать. Но пока какие-то злые силы останавливают. Но я уверен, что мы все равно населим город Архангель с ангелами. И тогда он будет одухотворен еще больше. Вы наверняка не остались от этого события, которое прошло на неделе. Международный арктический форум очень много гостей пережало, иностранных гостей. И, конечно, было бы здорово, если бы были уголки в Архангельске, в каждом районе какой-то уголок, где эти люди могли бы, ну, скажем, соприкоснуться с нашей историей, с нашей культурой особой, да? Конечно. Мы же и на Чумбаровке. Работы, они же все не просто для попсы или для прикола. Что, кстати, во многих городах делается. Мне жалко бронзы. Когда там прикольные просто работы ставят. У нас это же все русский северный дух. Поэтому те люди, которые любят и хотят его узнать, иностранцы особенно, они говорят, что вот мы посмотрели на эти работы, и мы поняли, что такое загадочная русская душа. Понимаете? Так ведь китайцы-то летят через всю нашу страну. Сколько часов на самолете, чтобы вот это все оценить и посмотреть. Да, поэтому я не обижаюсь на моих критиков, но я не обделен вниманием и благодарностями от людей и Москвы, и Запада, и всей России. Сергей Николаевич, спасибо вам, что вы сегодня с нами были в это утро. Я еще раз поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам крепкого здоровья, радости, побольше вам радости. Спасибо, будем радоваться. И напоминаю, что с нами в это утро был Сергей Сюхин, заслуженный художник России. И под финал программы снова вернусь к теме форма. В ожидании этого события моя коллега из Северодвинска, тележурналист Наталья Галушина, сняла фильм «Арктика глазами детей». Работа интересная, непосредственная, легкая, потому что главные и единственные герои в картине – дети. И они рассуждают на взрослые арктические темы. Мы покажем работу буквально через пару минут. А пока познакомим вас с автором – Натальей Галушиной. И главный вопрос – неужели обычных детей волнует тема Арктики? Или все-таки это постановочный фильм? Наталья? Нет, конечно, это не вымышленный сюжет. И детям действительно была интересна арктическая тема, потому что, собственно, международная подготовка к международному арктическому форуму в городе Архангельске, она вызвала много внимания со стороны не только жителей России, но и, собственно, вообще с всего мира. И поэтому, живя здесь, в приарктической зоне, конечно, эта тема нам была очень близка. И когда я предложила родителям и детям поучаствовать в таком проекте, в общем-то, все согласились и сказали, что да, мы, собственно, хотим, чтобы, наверное, дополнительно узнать. И с фразы «А были ли вы когда-то в Арктике?» А давайте попробуем. Собственно, и начался старт нашего нового проекта «Арктика глазами детей». Что ж, Наталья, спасибо. Сразу после финальной заставки начинаем смотреть фильм «Арктика глазами детей». А я прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова